Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». У нашей компании на складе шесть ярусов и 200 тысяч наименований запчастей. Любая из этих запчастей может стать вашей с быстрой доставкой и гарантией. Прямо сейчас мы продолжим нашу интереснейшую рубрику про категории запчастей и системы автомобилей. Мы реально запарились готовиться к сегодняшней съемке. Сейчас будет жара! Итак, сегодня мы разберем на части всю систему кондиционирования автомобиля. Ну что, погнали! Сердцем системы кондиционирования является компрессор. Он приводится приводным ремнем и служит для сжатия поступающего в него в газообразном состоянии хладагента. Затем хладагент поступает на радиатор-конденсатор, где охлаждается до 45 градусов. Когда хладагент сжимается, выделяется много тепла. Здесь он охлаждается и приходит из газообразного состояния в жидкое, то есть конденсируется. Находящийся на конденсаторе ресивер-осушитель накапливает жидкий хладагент. Ресивер-осушитель может быть как отдельной деталью, так и частью конденсатора. В ресивере-осушителе находится вещество-осушитель, которое впитывает влагу после сбора и вакуумирования системы. Также здесь может находиться фильтр, который улавливает продукты износа компрессора. Из конденсатора жидкий хладагент под достаточно высоким давлением в 17 бар поступает в испаритель. Но на пути испаритель он проходит через расширительный клапан. У этого клапана две функции – снизить давление хладагента и регулировать его подачу в испаритель. После прохождения хладагента через этот клапан давление хладагента снижается до 4 бар. Хладагент испаряется, поглощает тепло из окружающей среды и охлаждается до 10 градусов. Вместо расширительного клапана может использоваться расширительная дросселирующая вставка. При этом непрерывно хладагент подается в испаритель. Но здесь может собраться жидкий хладагент. В жидком состоянии хладагент не должен достичь компрессора, потому что произойдет гидроудар. Поэтому на пути хладагента встречается аккумулятор-осушитель, где хладагент доиспаряется. Испаритель относится к системе кондиционирования салона. Через испаритель проходит воздух, который поступает в салон. Испаритель охлаждается за счет испарившегося в нем хладагента. Таким образом испаритель охлаждает и осушает воздух, который попадает в салон. При работе системы кондиционирования температура испарителя поддерживается в районе 10 градусов. Это регулирование производится с помощью все того же расширительного клапана, но уже в другом его контуре – в контуре с термостатом. То есть при нагреве хладагента давление увеличивается. Это давление давит на мембрану. Мембрана посредством штока открывает шаровой клапан, и шаровой клапан подает больше хладагента к испарителю. Так как вы помните, что в «АвтоСтронг» есть все. Вот это испаритель с 204-го Mercedes, а вот это испаритель с Infiniti QX56. Существует три вида автомобильных компрессоров-кондиционеров. Самые распространенные – это поршневые с переменным рабочим объемом и с постоянным рабочим объемом. В переменных в конструкции может использоваться от 5 до 7 поршней. С постоянным рабочим объемом 10, то есть 5 здесь и 5 вот здесь, то есть двухсторонний. Поршневые компрессоры могут иметь как постоянный, так и непостоянный привод. Менее распространены компрессоры кондиционера роторного типа. Ротор может иметь лопасти, а также может представлять из себя подвижную спираль, помещенную в неподвижную. Компрессоры роторного типа более популярны на японских автомобилях. Вся функция компрессора-кондиционера – это принять испаренный в испарителе хладоген, сжать его до нужного давления и направить в конденсатор для его охлаждения и перехода в жидкое состояние. Вся система кондиционирования может иметь саморегулирование либо управляться внешними командами. В обоих случаях используется управляющий клапан. Управляющий клапан присутствует на компрессорах переменного рабочего объема. Клапан может быть как с механическим управлением, так и с электронным управлением. Данный клапан служит для перемещения газообразного хладогента между картером компрессора и линией всасывания. Картер в данном случае – это полость позади поршней, где находится качающийся приводной диск. Когда необходима высокая производительность компрессора, на его вход под большим давлением подается газообразный хладагент. Как мы знаем, давление увеличивается, когда много хладагента испаряется в испарителе. Это давление давит на поршни, причем управляющий клапан стравливает давление газа из картера в линию всасывания. Давление всасывания над поршнями выше, чем то, которое подпирает их из картера. Таким образом увеличивается ход поршней и таким образом увеличивается объем цилиндров. Короче, вот в таком положении ход поршней минимальный, вот в таком положении ход поршней максимальный и максимальный объем цилиндров. Таким образом изменение рабочего объема цилиндров компрессора происходит за счет баланса сил над поршнями и под ними. Есть также поршневые компрессоры с неизменным рабочим объемом цилиндров. Здесь тоже есть наклонный диск, но угол наклона не меняется относительно вала. Следовательно, не меняется рабочий объем цилиндров. Также отметим, что у цилиндров компрессора есть впускные и выпускные клапаны. То есть впускные с пластинкой потоньше, выпускные с пластинкой потолще. Помимо хладагента в системе кондиционирования используется специальное масло. Оно циркулирует как по всему контуру, так и в картере компрессора. В зависимости от типа компрессора и применяемого хладагента используются разные типы масел, которые ни в коем случае нельзя смешивать между собой. Иначе при смешивании может образоваться парафин и закупорить всю систему. Самая распространенная проблема системы кондиционирования – это утечка хладагента через уплотнения и трещинки. Если хладагента мало, то снижается производительность системы. Если хладагента практически нет, то система может отключить компрессор во избежание его поломки. Низкий уровень Freon определяется при его заправке по количеству и перепадам давления в системе. На большие пробоины указывают потеки масла. Также для диагностики протечек используют специальный краситель, который добавляют в хладагент. Фрагами цилиндропоршневой группы и ротора является повышенное трение из-за недостатка масла или повышенного давления хладагента. Повышенное давление приводит к перегреву компрессора и масла. Масло становится очень жидким. Из-за повышенного трения образуется стружка, которая разносится по всей системе кондиционирования. Почему возникает избыточное давление хладагента? Во-первых, это факторы, которые препятствуют нормальной конденсации. Засоренный конденсатор и неработающий вентилятор. Также повышенное давление может быть вызвано лишним объемом заправленного хладагента. Если в систему кондиционирования попала металлическая стружка, то необходимо промыть всю систему и заменить конденсатор с испарителем. Иначе оставшаяся стружка может прикончить новый компрессор. Поломки других электронных либо механических компонентов, таких как расширительный либо управляющий клапан, редки. Они проявляются в том, что кондиционер не холодит так, как надо. Но в то же время фреона в системе достаточно и протечек нет. Поршневые компрессоры кондиционера часто имеют постоянный привод. То есть их вал вращается всегда при работе двигателя. Никаких электромагнитов в шкиве нет. И также провода не подведены к муфте. Муфты бывают металлические и пластиковые, с ременным приводом и также с приводом от вала. Вот эти детали – это предохранительные пластины. В данном случае вот эта металлическая, вот эта пластиковая. Предназначения одинаковые. То есть предохранительная пластина, когда компрессор клинит, ломается в специальных местах, которые предусмотрены производителем. В данном случае это вот эти места в этой металлической. А вот эта пластиковая пластина в этой крышке проворачивается, потому что эта крышка раскрывается. В ней тоже предусмотрены слабые места. В таком случае приводной ремень продолжит вращение и не порвется. Также данная пластина может сломаться из-за биения приводного ремня, поломки натяжного ролика, а также заклинивания обгонной муфты генератора. Ну и из-за старости. Бывает так, что вот в этой муфте подразбивается пластик, увеличивается зазор между предохранительной крышкой и пластиком, и тогда эта муфта начинает стучать. То есть предохранительные пластины нужно иногда менять из-за старости. А с компрессорами все отлично. Вот этот компрессор с Opel Insignia, это с A-класса 168 кузов, а это с Volkswagen Touareg. Второй вариант привода компрессора кондиционера с помощью электромагнитной муфты. В данном случае шкив и вал кондиционера не находятся в постоянном зацеплении. Шкив кондиционера посажен на подшипник, установленный на шейке передней части компрессора. Также здесь установлена электромагнитная муфта. Также здесь установлена приводная пластина. На электромагнит подается напряжение, приводная пластина притягивается к шкиву, и тогда шкив вместе с валом вращается как одно целое. Когда напряжение с электромагнита снимается, то приводная пластина выходит из-за цепления со шкивом. Чаще всего электромагнитная муфта начинает проскальзывать, а именно начинает проскальзывать приводная пластина относительно шкива. И не из-за износа привалочных поверхностей. Обычно в компрессоре образуется избыточное давление, которое нагружает муфту и вызывает проскальзывание. Ну а дальше процесс разрушения идет своим ходом. Трущаяся шкив приводная пластина разрушает привалочные поверхности. Это выделяет очень много тепла, что запекает резиновые компоненты, а также может сжечь электромагнитную катушку. От перегрева при пробуксовке муфту спасает термопредохранитель, который размыкает цепь электромагнита. Люфт всей муфты может быть вызван износом вот этой шейки, а также износом подшипника. Если поменять подшипник, а шейка изношена, то люфт останется. Если развалился подшипник, то муфта будет люфтить и греметь при работе двигателя. Данными симптомами лучше не пренебрегать, потому что подшипник потом может задрать шейку передней крышки компрессора. Если компрессор не постоянного привода, то проверяем вращение шкива. Шкив должен вращаться легко без посторонних шумов и люфтов. Дальше проверяем вал. Вал также должен вращаться легко без заеданий. То же самое и касается компрессора постоянного привода. Вал должен вращаться легко и без посторонних звуков. Ну что, на сегодня наш обзор закончен. Мы показали все виды компрессоров, кондиционеров, также поговорили о предохранительных пластинах, также показали осушители и испарители. В общем, рассказали все, все, все. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».